Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу вам показывать путь. Мне важно получить, вы довольны или нет. Вы можете зарабатывать, как хотите. Вы можете зарабатывать, сколько вы хотите. Всем привет-привет! Доброе утро! Доброе утро, Олифтин Россия! Как вы сегодня видите, мы сегодня совсем по-другому выглядим. Это значит, что где мы находимся? Да, мало того, что по-другому, впервые за полгода мы вместе. Да мы, кстати, в одном комнате, а не разными камерами. Да, и сегодня мы не только... Мы не в офисе. Вы видите, что мы одеты необычно. И кто ждал этого эфира, вы знаете, где мы. Напишите, во-первых, откуда вы нас смотрите, нам интересно. И напишите, кто знает, где мы сегодня. Напишите прямо в комментариях. Мы взяли с собой телефон. Нет, нельзя здесь телефон. Ты ничего не смотришь. Я вам сразу скажу, вы пишите, откуда вы, а потом мы успеем посмотреть, откуда вы. Потому что сюда, в принципе, не разрешено принести компьютеры. Откуда смотреть? Давай мы же покажем, что это мы на сиху. Да, да, вот это мы. Привет! Сейчас я... Здесь, как видите, очень строгие требования, да, потому что мы находимся сегодня на производстве Арифлейм в Ногинске, в Подмосковье. Вот, мы сейчас хотели приглашать уже кадр человека. Для начала, я думаю, что мало кто из наших партнеров или консультантов был на этом производстве. Я хочу сказать, что здесь, я перед этим пообщался, узнал, производится, во-первых, декоративная косметика и средства гигиены. Вот эти вот две категории, десятки линеек и сотни продуктов, которые производятся, причем и для России, и на экспорт, по всему миру. Поэтому сегодня будет интересно, я вам гарантирую, вы такого еще не видели. Сегодня будет много разных экспериментов. А сейчас мы приглашаем сюда человека, который реально приглашал сюда нас в гости, чтобы вы все видели, что здесь происходит. Владимир Мигулин. Менеджер по развитию производства. Владимир, привет. Привет. Здороваться будем вот так. Здороваться будем так. А ты, между прочим, забыл бахилы надеть. Видите, как строго? Да, это была проверка, это был тест. Да, и пришел. Задим, давай сюда в камеру, чтобы тебя видели все. Так что так. Видите, насколько строго было, сразу все видно. Сразу видно, кто был отличен в школе, да? Да, кто прогуливал. Ну, конечно. Так, друзья мои, прежде чем заходить в цех и начинать что-то делать, нужно обязательно помыть руки и продезинфицировать. Прошу. Так, все строго, потому что мы находимся на одном из самых безопасных, защищенных, сертифицированных производств вообще в мире, поэтому все строго. 20 секунд надо руки мыть, помнишь? Руки вообще надо мыть всегда, вне зависимости от того, на каком производстве ты находишься. Есть еще дезинфицирующий гель вот здесь вот. Так, все серьезно. Проходим все этапы. Представьте, что вы прям сегодня, если бы вы были с нами, да, вы бы через это все тоже проходили. Так что впереди вас ждет много всего интересного. Все, готово, в отличие от тебя. Да, да, да. Все, готово. Все, пойдемте, друзья, пойдемте. И сейчас первые мы будем что посмотреть сегодня? Первые мы посмотрим, как делаются губные помады. Самое важное для женщины. Да, конечно. Витя об этом ничего не знает, но знает, значит, Витя будет тихо одеть со мной. Моя будет тема самая интересная. Я знаю. Редкие мужчины, которые знают про помады. Владимир знает о помадах все. Конечно. Да, ребят, может быть, вы спереди прям зайдете, чтобы снимать Владимира и Катрин фоном. Так, первая наша точка, да? Нет, первая наша точка, вот тот цех, где, собственно, делаются помады. Помады, да, это вся моя территория, Витя, ты об этом ничего не знаешь. Ты можешь только потом Витям жены говорить, что, а знаешь ли ты, понимаешь? Все, хорошо, сюда. Во. Так, пойдемте. Здрасте. Здравствуйте. О, здесь уже, посмотри, как круто. Так, что у нас здесь происходит тогда? Ну вот, друзья, значит, что происходит здесь? Здесь происходит самое главное. Здесь происходит то, что на нашем жаргоне мы называем варкой. Варка? Да. Это как кастрюлька вы варите? Абсолютно, вот ровно как на кухне. Подожди, варка помады? Варка помады, мы ее варим, ребят. А в кастрюле есть? Где ваши кастрюли? Вот наши кастрюли. А куда можно посмотреть? По 300 литров, но вот в этой кастрюле сейчас что-то варится. На самом деле, конечно, это называется реактор. Это называется реактор. Это еще круче называется. Вот, пожалуйста, посмотрите, что там происходит. Слушай, здесь реально это варится. Они реально варят помаду. Ты представляешь? Нет, мы это называем так. На самом деле, это по-научному называется процесс приготовления помадной массы. Но мы называем это варка. По той простой причине, что температура сейчас там. Можно посмотреть, какая температура. Да, здесь температура. Да, здесь температура. И сколько это надо сварить? Ну, вы знаете, на самом деле варится помада примерно 4,5-5 часов. Ага, вот видишь. Иногда чуть меньше. Да, да, да. Но с помывкой оборудования где-то можно уверенно говорить про такое время. Да. Но по большому счету это сродни готовке на кухне. Вот ничего сложного нет. Когда у вас есть хорошие ингредиенты, мы обязательно пойдем посмотрим на эти ингредиенты. Когда у вас есть хорошая поваренная книга, рецептура, где написано, как варить. А, в принципе, как в кухне. Совершенно верно. Вы берете нужное количество ингредиентов, смотрите в поваренную книгу, что в какой последовательности стеклась, в каком количестве, как помешивать, на каком огне готовить. И у вас есть хорошая посуда, возьмем это слово в кавычки, хороший реактор. Хорошая кастрюля. Да, вот она тепленькая. Вот еще вот такой реактор есть. И вы понимаете, что вы делаете, то вы наверняка сварите помаду. Да, да, да. То есть ничего военно-космического тут нет. Да, но любая женщина, мы же, ну, сейчас в масках, да, помада не видно, да, сейчас мы акцент делаем больше на глаз. Но все равно хочется знать, какие ингредиенты пользуются. Поэтому, что я хочу, и еще, конечно же, хочу знать, что это безопасно или нет. Все-таки разные вещи говорят. Посмотрим. Говорят, много, все что угодно, помада не только абсолютно безопасна, она съедобна. Но я многократно сел помаду и могу вам это продемонстрировать прямо сейчас. Так, а давайте мы сегодня, да, напишите в комментариях, кто хочет посмотреть, как Владимир ест помаду. Я думаю, я к тебе присоединюсь. Без проблем. Нет, я тоже хочу попросить. Слушайте, я думаю, что так много помады, как я в жизни села, вы даже не успели еще. Вот, поэтому мы вам и не дадим. Давайте пойдем посмотрим тогда ингредиенты, да, из чего сделается помада. Пойдемте. Ну, вот, начнем с того, что совершенно неожиданно будет для большинства, помада на 80%, примерно на 80% жидкая. Ага. Вот, то есть... А она жидкая в процессе варки или что-то имеется? По составу своему, ребят. Понял. То есть, сухих ингредиентов в помаде вот всего, видите? Ага, окей. А все остальное, что окружает вас, это жидкость. Жидкость. Ага. То есть, помада примерно на 80% состоит из жидкости. Это масла, каприлаты жирных кислот, эфиры жирных кислот и так далее. А, подожди, а что они теперь сделают? Они завешивают ингредиенты. Ага. А почему они завешивают? Ну, потому что их нужно завесить в нужном количестве. А нельзя просто так, да? Нет, просто так нельзя. Нужно как в поваренной книге. А, как по рецепте, как Магалей Иронич? Конечно, там одна луковица, там одна морковка, там... Да, две помидора, чтобы красненькие были. Да, 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 совершенно верно. И соли положить на кончик ложечки. Ну да, чуть-чуть, да. Вот нужно обязательно завешивать. И, наконец, один из самых главных ингредиентов, из самых распространенных ингредиентов в помаде, это касторовое масло. О, это я знаю, Витя, целое утро хотел это попробовать. Мечтал, Ваня, я вам дам перчатки. Так, сейчас будет смертельный эксперимент. Я, насколько я имею в виду, мои познания в химии или что это, биология. Касторовое масло, это что-то... Скажем, что это не химия. Это про касторку, я имею в виду. Это то, что в детстве давали детям, если они не могли... Ну, скоро мы это узнаем. Так, смертель, если... Я только чуть-чуть, а тебе целую и рюмку дадут, я понял. На. Так, давай, по одной. По одной, я же и пальчиком, я же тоже хочу попробовать. Ты тоже хочешь попробовать касторку. Но я не хочу, целый стакан. Значит, обратите, да, это один из самых... Поэтому он находится здесь в кубовом контейнере, все остальные, как видите, в бочках. Его больше всего в помаде. Подожди, а скажи, сколько процентов тогда? До 40% бывает в помаде касторового масла. До 40%. А что оно обеспечивает? Твердость или что подключает? Да нет, твердость обеспечивает как раз воски, о которых я говорю. А касторовое масло? Касторовое масло, оно увлажняет губы, как ни парадоксально. Любое масло притягивает к себе... Витя, наконец-то тебе пора начинать пользоваться тоже помадой. Так, внимание, это сейчас... Причем, пока человек будет его пробовать, я расскажу всю правду. Это не просто касторовое масло. Масло. Касторовое. Касторовое? Причем, это не просто касторовое масло. Иди, теперь я буду в кастрюлю. Владимир, где здесь туалет сразу, чтобы недалеко было? Туалет недалеко. Съедобное абсолютно. Абсолютное. Причем, более того, это фармакопейного качества касторовое масло. Вот то, что продается в пузырьках в аптеках и вот это. Это одно и то же масло. Но, в принципе, никакого вкуса же нет. Ну, есть. Повозьми побольше в следующий раз. Я чуть-чуть на губы. На руки. Вот очень полезно касторовое масло. Я красивая, правильно? Конечно. Ну, все, пойдемте дальше. Ну что, идем дальше? Идем дальше. А мы видим, какие цвета, да? Можем рассмотреть это? Да, да, да. Ну, вот смотрите, если вот смешать все, что здесь есть в нужной пропорции, при нужной температуре размешать и так далее, то получится, грубо говоря, бальзам для губ. Бальзам для губ, окей. Получится бесцветная помада. Окей. Потому что, как вы видите, никаких цветов здесь нет. Да, 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 да. Да. И вот сейчас мы как раз пройдем в цех, где, собственно, эти цветы. Это же самое крутое. Да, да, да. Эти самые краски, красители и делаются. Я не знаю, Витя, как ты себя чувствуешь? Но я чувствую, что уже я на правильном месте сегодня. Понедельник, я на правильном месте. Я не знаю, как у тебя. Я не знаю, как у тебя. День начинается хорошо. Я прислушаюсь к своему организму после кастового масла. Я поэтому аккуратно сейчас. Но я хочу видеть цвета. И я хочу прямо видеть, что это происходит здесь. О-о-о. Вау. Ты посмотри. Это сейчас я тоже надену перчатки, ребят, чтобы быть с вами. Вы представляете? Посмотрите, здесь какие-то коды, да? А вот здесь даже видно цвета. А синий интересный. Не, а желтый. А он сказал, что если я хочу, он мне сделает черную помаду. И не знаю, куда я пойду. Или зеленая, яркая. Как этот халат. Вот смотри, прям черный есть. Да, да, да. Упс, бляк, упс. Это ерун. Скажите сюда. Да, вот посмотрите, вот здесь цвета. Здесь, видимо, что-то уже происходит. Видимо, что-то уже замешивалось. Кстати, он мне сказал, что у него здесь 14 разных тонов. 14 разных тонов. Да? Ага. Ты мне еще одну даешь, да? Даю, 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 даю. Держи. Все, чтобы все было хорошо. Так, а помаду сейчас будем есть? Нет, помаду еще будем есть. Ну ты голодный, я не позавтракал сюда. У тебя все мысли, лишь бы кастрового масла навернуть и помадкой закусить. Ну что же, это неплохо. Подожди, я уже, когда ты там искал перчатки, я уже сказала народу, что у нас 14 разных цветов. Цветов, да? Цветов, красок, грубо говоря. И ты можешь мне сделать такую зеленую помаду? Конечно. Я очень буду попросить. Конечно. Зеленая помада делается очень просто. Ее можно добавить еще какие-то перламутры. Ой, я хочу очень перламутры, такой, чтобы блестел, да? Сейчас все сделаем. Сейчас ты будешь блестеть просто как новогодняя елка. Объясни, а то люди подумают, что у нас всего 14 цветов. Нет, смотри, вот расскажи. Да, значит, смотри, штука в том, что все мы знаем из курса физики, что любой цвет может быть создан всего тремя, как в телевизоре или как на экране телефона. Red, green, blue. А у нас 14 цветов, мы более удачливые ребята, нам не нужно работать всего так тремя цветами, чтобы сделать, но мы можем сделать абсолютно любой оттенок, вот как Катрин спросила насчет зеленой помады. Вот такой. Вот такой, пожалуйста, сделаем такую помаду. То есть смешивая разные цвета, краски, которые мы сделаем тоже сами здесь, мы можем получить любой оттенок помады. Вот, например, в прошлом году мы производили 168 оттенков. 168 оттенков помады мы производили. И женщинам все равно не хватает. Все равно недостаточно оттенков. 186 оттенков, 168 оттенков, я ничего не найду, что мазать на кубах. Мы делаем краски, идите сюда, посмотрите. Сейчас будем заглядывать, что там внутри. Мы делаем самые разные краски. Это оттенки желтого, оттенки красного, оттенки коричневого. Есть даже черный, черный цвет. Это как лаборатория цвета, лаборатория по созданию цвета. Есть даже черный цвет. А куда это черный мешать можно, например? Чтобы темнее сделать, да? Конечно, чтобы просто сделать чуть темнее любую помаду. Есть синий цвет, синий краситель. Вон он, да. То есть для каких-то вечерних. Вот здесь, видишь, blue. Вот он, для вечерних помад. То есть и есть белый цвет. Очень часто задают вопрос, а что это? Из чего делаются красители? Ну, говоря совсем простым языком по-русски, это ржавчина. Это оксиды железа. Оксиды железа. То есть красители делаются из оксида железа. Из оксидов железа. Дальше они осаждаются на какую-то основу и перемалываются, и перемешиваются с касторовым маслом. То есть, по сути дела, это масляные краски на основе той же самой касторки, которую ты только что пробовал, и ты только что пробовал, смешанные с оксидами. Но они всё равно полностью. Абсолютно съедобные, безопасные, натуральные. Единственный цвет, который не является оксидом железа, это двуокись титана. Наверное, слышали такое выражение титановое белило. Я точно не знаю. Да, вот белый цвет, это титановое белило, это двуокись титана. Это единственный цвет, который не является оксидом железа. Тоже абсолютно безвредный, безопасный. Поэтому, когда начинаются какие-то слухи, разговоры, что вот, может быть, там свинец у вас в помаде, ребят, ну, это всё чушь. Давай пойдём обратно на женские разговоры. Перламутром, да. Перламутрое. Всё, мы хотим, чтобы всё было перламутровое. Перламутром. Уже блестит. Уже блестит. Я не знаю, камера где? Посмотрите, уже блестит. Ну, открывай ты в перчатках. А вот это? Не, вот так вот открывай. Ага. Вау. Я не знаю, как. Можно это снять, да? Вот так можно. Перчатки можно аккуратненько дать. Вы посмотрите, что здесь. Посмотри, посмотри. Иди, посмотри. Ты не мешай. Ты не мешай. Посмотри, это женская тема. Мы любим, чтобы всё блестеть. Посмотрите, что здесь я сейчас. Я сюда подвинуть, иди подвинуть. Не, подожди, это же моё всё. Это тебе никто не предлагал. Подожди. Я здесь останусь сейчас. Посмотрите. О, какие ручки. Да, я тоже хочу. Витя, ну, Витя, ну, зачем ты испортишь мой выход сейчас? Полностью. Подожди, я ещё возьму. Это самый крутой день в моей жизни, слушая, что дали так много блестей. Владимир, это блёстки, да? Это блёстки, да. Это первомутры, представляете? Это первомутры. На самом деле ничего тут тоже... Да, вот можно припудрить вообще, да, и всё это будет блестеть. Представляете, вот да. Да, да. Нельзя трогать, нельзя трогать. На самом деле я пришёл с работы весь в блёстках. Вот! У меня есть отличная история. Сегодня у тебя есть. Ты везучий. Владимир, тебя слушай, хорошо каждый день. Так я же об этом и говорю, ребят, я везучий человек, вы понимаете? Придёшь домой. Весь в помаде, весь в блёстках. И никогда не возникает вопрос, где был. Более того, если придёшь ни в помаде, ни в блёстках, сразу вопрос, а был ли на работе? Да, ты где вообще был? Вообще очень круто. Я не знаю, как наши зрители думают, но даже если в моде очень матовая помада, даже если в моде коричневая, нюдовая тона, я всегда была любитель блесков. Так что сегодня у меня самый счастливый понедельник в моей жизни. Я сама трогала этот блеск. Более того, смотрите, вот когда мы варим помаду, о чём я говорил, мы смешиваем-смешиваем ингредиенты, закладываем их вот в эти вот котлы в кастрюле в нужной пропорции. Мешаем хорошо. Мешаем хорошенько, включаем гомогенизатор и так далее. О, я уже вижу! Посмотри! И в какой-то момент наступает время, когда туда нужно добавить цвета. Цвета, да. Вот эти самые краски. Да, да, да. Пропорция тоже прописана, соответственно, в рецептуре. Ну, да, чтобы точно было, правильно же? Да, да. Но мы никогда сразу не заливаем по 100% цвета, который там указан. Для подбора цвета. Все мы с вами делали ремонты, и все мы знаем, что купишь одну и ту же краску, покрасишь, она высохнет. И она другая. И она всё равно другая. Вот для того, чтобы такого эффекта не было между одной партией помады и другой партией помады, мы никогда не кладём по 100% цвета. Мы кладём по 80%, а оставшимися 20% мы выводим цвет. Вы выводите цвет? Да, 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 да. И у нас есть специальная лампа, соответственно. Мы потом это попробуем, да? Да, 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 посмотрим. Где мы пробуем цвета и сравниваем их. Ну, и, соответственно, когда помада сварилась в этих котлах, она сливается вот в такие ёмкости. И здесь она остывает. Ты представляете, здесь помада? А, слушай, скажи, пожалуйста, почему это белая? Ну, потому что это вот тот самый бальзам для губ, который без красителя. Слушай, вот никогда я думала, что это мороженое, а выглядит, что это всё... Прям покажите здесь, как это выглядит вот близко. Вот это очень круто. Бесцветно. Это блеск... Это бальзам для губ. Это бальзам для губ. Да, есть Essentials Lip Palms. Да, есть? Да, да, да. 20 килограмм помада. А сколько из этого получится помад? Ну, если каждая помада весит 4 грамма, то 5 тысяч штук. 5 тысяч штук здесь? А можно поднимать? 5 тысяч штук здесь 5 тысяч помада. Можно поднимать? Ну, лучше вот там брикеты. Ну, можно с этой, конечно, но она сама что-то висит. Это сколько? 5 тысяч, да? Да, примерно 5 тысяч помад. Ну, тяжело тебе. Ой! Ну, тяжело тебе, ну, 20 килограмм. Ну, Катрин, ну ты что, зачем? Хорошо, хорошо. У тебя же есть молодой человек, который... Я не могла поднимать 5 тысяч помад. Представляешь, не получилось у меня. Поднимать 5 тысяч помад. Слушай, круто. Дергаем за веревочку. Сейчас, наверное, будет наш момент, да? Да. Теперь говори, что здесь. Ага! О, все, Витя, все. Вот, сейчас мы будем... Это моя, это все мое. Сейчас мы будем подбирать тебе помаду. Это все мое. Подожди, здесь есть по половинке брикетики. Подожди, ты мне... Не по 20, по 10 килограмм. Мы будем сейчас выбирать мне оттенок помады. Мне кажется, что вот этот цвет тебе пойдет. Это сделает мне старее, но давай я попробую. Вот, смотри, вот так, чтобы видно. Вот так вот. Нормально, да? Давай розовый. Подожди, я хочу вот этот яркий розовый. Вот этот, я знал, что ты на него без. Да, да, положи рядом, чтобы видно было. Потом, а вы пишите, пожалуйста, чат, Катерин тебе какой подходит. Какой? Первый, второй. Слушай, давай вот этот еще красненький попробуем. Да, вот бежевый я не хочу, потому что бежевый не строит никакое настроение. Сегодня, это понедельник, но я хочу, наверное... Две с половиной тысячи помад. Ты же не можешь вот так меня показывать. Вот так. Потом все чаты пишут, какой цвет мне. Напишите первый, второй или третий. Да, первый, второй или третий. А потом я эту стучку себе как-нибудь... И тогда следующий эфир ты проведешь в той помаде, которая сейчас большинство продолжается. А может быть, я могу уже сейчас, если все говорят. Причем, друзья мои, что самое интересное, что это уже полностью готовая помада. То есть, ее можно взять, вот так вот развернуть, вот так вот намазаться, лишнее потом оттереть и все. То есть, это вот полностью готовый продукт, понимаете? Да, вообще круто. То есть, она потом просто будет распасована уже в помадке и ничего больше. Вот так вот делать не надо, потому что, как я это сказала, не надо буквально. Нет, я посмотрю просто, что это все живое. А вот здесь 5000. Вот она вся блестит. Круто. А мы идем, пусть камера показывает, потому что людям это надо видеть. Ты специально для меня возьмешь? Да, да. Давай руку. Давай. Давай руку, я вот тебе намажу здесь блестящей помадой. О! Посмотрите, какая красота. Какой красивый цвет. Я думаю, что вот этот будет мой свет сегодня. Витя, а что ты хочешь? Тоже мазать для себя? Нет, 5000 помад. Фоточку, да. Простите, уважаемые телезрители, да, мы сделаем фоточку с 5000. Тюбиком помады, да. Ну вот, на самом деле, если девушка будет пользоваться одним тюбиком помады в месяц, то ей вот такого брикета хватит на сколько? На 300 лет примерно. Обалдеть! На 300 лет, то есть здесь запас на 300 лет вперед. Наверное, многовато, слушай. Слушайте, в средние века, я думаю, можно было бы хорошо обогатиться с таким брикетиком. А сейчас мы пойдем посмотрим цвет. Вот, сейчас мы пойдем посмотрим цвет такой же, какой должен быть, да, правильный код, правильный цвет. Там есть специальная такая лампа, да? Да, да, да. Сейчас будем посмотреть, что это все значит. Но мне этот цвет очень нравится. Ты посмотри, я же вижу этих помад постоянно в тупиках, да, и вообще никакого такого ощущения нет. Вот сегодня я реально поняла, что такая помада, да, и как она вообще другой вид. Да, для меня тоже много сюрпризов сегодня. Так, лаборатория. Здрасте, здрасте, здрасте. Так, что мы сейчас делаем? Простите, мы тут решили снять, как вы работаете. Добрый день, доброе утро. Доброе утро. Так, что мы сейчас делаем, говори. Вот, ну мы сейчас вряд ли что-то сможем сделать, потому что... Ну хотя бы процесс, да? Процесс следующий. Вот у нас есть образцы помады, вот он с зеленой этикеткой. Ага, окей. Можешь его взять, открыть. Давай. Значит, как происходит процесс? Ну это другой цвет, но это не важно. Какая разница, да. Да, да. Берется образец помады. Давай на мою руку сделай. Давай на твою руку. Наносится вот сюда, вот таким образом, по диагонали. А потом, вот как я показал той помадой, которую ты брала, но это другой цвет. Вот такой вот палочкой из нержавейки, обработанной спиртом, соответственно, мы опускаем в котел. Ага. Она намазывается помадой, и мы наносим эту помаду рядом, вот здесь и здесь. И потом подносим под цвет и сравниваем вот таким образом, по длине. Вот здесь твоя помада, которую ты взяла из котла, и вот здесь она. А здесь образец, и он должен полностью совпасть. Это значит, что никаких вариантов нет, что я куплю одну и то же, любимую свою помаду, пять лет подряд, что он будет разной. Она всегда будет и не надо. Потому что мы всегда сравниваем со стандартом. А, окей. С тем стандартом, который нам прислали из Дублина, из нашего исследовательского центра. Ага, вот видишь, вы получаете стандарты же оттуда. Да, мы стандарты получаем. Вот это очень интересный такой факт. Не так, что Владимир сам здесь смешает стандарты и цвета, а получаешь все-таки... Да, у нас есть R&D в Дублине, и оттуда мы получаем наши стандартные цвета. Вот видите, сейчас, кстати, наш эфир с помадами, по-моему, заканчивается почти, да? А я не хочу чистить, я хочу так целый день ходить. Ну, ходи так, конечно. Поэтому, что такого мне никто не предлагает в следующий понедельник, поэтому я буду так ходить. А сейчас мы пойдем и посмотрим... Как это разливается. Да, как это разливается. В общем, я понял, что помады, это как хороший купажированный виски, всегда одного и того же вкуса. Да, купаж один и тот же. Я перекладываю это на мужской пример, извините, мне с помадами немножко... Это вам тут интересно поиграться. Как можно из помад уйти на виски, понимаешь? Сейчас мы пойдем на средства гигиены. Вот это моя тема. Не, не, подожди, подожди, это еще помада, это еще моя дема. Ну вот, смотрите, ребят, вот это помады делаются. Как это работает? Значит, как это работает, рассказываю. Прям поближе снять, это очень круто будет. Иди сюда. Вот в этих котлах находится расплавленная помада. Она приезжает вот сюда. Ага, окей, отсюда. Потом ножом режется на мелкие куски. Прямо кусками, да? Прямо вот ножом, вот таким вот ножом она режется на мелкие куски. Дальше иди от меня. Вот так резается кусками. Ну, соответственно, развернуть ее нужно просто сейчас. Ну, понятно, да, да. Представляю, как приятно это все. Не заходим, не заходим за красную зону. Видите, вот переворачиваются котлы. Вот как раз сейчас процесс, когда котлы переворачиваются. Потому что в том котле помада закончилась, расплавленная. А, окей. Вот здесь, вот, все, вот тут вот прям очевидно все. Да. Полная автоматизация тут, да, вот этих процессов всех. Вот этот котел пустой. Его сейчас будут чистить, готовить для заправки зарядки. Соответственно, он освободился. В него будет, может закладываться уже другой цвет. Окей, окей. Вот, а, соответственно, вот тот котел сейчас начнет дозирование. Ага. У меня такой вопрос. В течение часа одного типа помада сколько эта аппаратура успеет сделать? Ну, приблизительно. Приблизительно. В течение одного часа. Или вы так не меряете? Меряем 44 в минуту, умножая на 60, я просто сейчас не помню. Я могу сказать за смену или за минуту. Это больше 3000 помад в час. Да, 337. Да, да. 44 в минуту. Вот, соответственно, закончился котел и вот помада. А, вот, видишь. Вот там котел дозирует, потом идет помада вот в этих формочках. Вот этот цвет тебе пойдет. Да, это мой цвет. Пока она идет по кругу, видите, она охлаждается. Температура охлаждения 7 градусов. Температура дозирования 80. И вот уже готовая помада пошла по конвейеру. Теперь посмотри, у меня такой вопрос очень часто спрашивает. Если что-то случится с помадой здесь, например, упадет, вы что возьмете? Вот возьми ее. Вот она, допустим, упала. Упала, да, скажем, я уже вот так сделала. Вот, да, вот ты ее... Сейчас мы что, обратно туда? Нет, ни в коем случае. Теперь ты берешь вот эту салфеточку, зажимаешь помадный тюбик и выдергиваешь оттуда. Все. А, вот. Выкидываешь его вот сюда. Я его выкидываю. А с этой я что сделаю? Все, она пойдет на переработку. Совершенно верно. Это пойдет на утилизацию, потому что это пластмасса, ее перемелят и сделают из нее что-то новое пластмассовое изделие. Эту помаду можно загрузить обратно в котелку. Ага. Переплавить. Да, но мы этого сейчас делать не будем, потому что этот цвет уже заканчивается. Окей, окей. Хорошо, понятно. То есть пока она, если она упала на пол, мы, конечно, этого делать не будем. Если она побывала у тебя в руках, в обработанной тюбик. Я тоже хочу так сделать. Давай. Ну, слушай. А что, все веселее тебе что ли? Ну, веселее мне. Потом у тебя будет души и всякое. И переработка. А не останавливали все здесь? Так, у меня вопрос, скажи, пожалуйста. 3300 помад в час, где-то приблизительно, да? Около 20000 в смену. 20000 в смену. Это значит, это даже для России чуть-чуть многовато. Знаю я, сколько мы... Мы куда-то еще экспортируем. Да, да, да. А кто еще пользуется в мире Орифлейм нашими помадами? Не поверишь всем. Слышали, да? Не поверишь всем. Мы экспортируем нашу помаду на весь мировой рынок. Это значит, что Made in Russia идет на весь мир. Да, Made in Russia, совершенно верно. Made in деревня Борилова. Написано на наших коробочках. Вау, как это круто. Если барышня где-нибудь в Чили, в Перу или на другом конце света, там, в Малайзии купила помадку с логотипом Орифлейм, то она сделана здесь, на этом заводе нашими руками. Об этом надо обязательно еще раз сказать. Ты слышали, да, все помады экспортируются на весь мир. На весь мир. Это значит, что дама в Чили сегодня сделает помаду, а это сделано в этом заводе. Ну, пока она еще спит, пока она еще... Скоро встанет, мы пойдем распутимся. Круто. И самое главное, что качество везде одинаковое. Абсолютно. Стандарты качества по миру контролируются абсолютно одинаково. А я пойду сейчас посмотрю, что здесь. О, посмотри, я взяла одно. Да? Посмотри, такой красивый, да? Да. Круто. Ой. Бывает, бывает. Открываем, смотрим, проверяем. А что случилось? Ничего. Если что-то случилось, то тогда она бракуется. В данном случае, видишь? Случилось? Случилось, вот видишь отметинка. А, посмотри. Это один из тестов проверки помады. Вот посмотри, он видел, что что-то случилось. Я ничего не видел. Я потихоньку все там. А вот специалист смотрит, говорит, у него все, надо выкинуть. Опять-таки пойдет туда? Опять-таки, конечно. Ага, окей. Ну, вот видишь. И вот это показатель качества, да? Какое у нас качество? Да. И что происходит? Что нет такого, что... Нет, про качество поговорим чуть позже. Потому что, на самом деле, этапов проверки качества довольно много. У нас проверяются... Давайте не будем мешать лабораторам работать. Давайте, да. У нас проверяются ингредиенты, когда они заходят на склад. Потом проверяется то, что мы сварили, потому что при каждой варке отбирается проба и идет в лабораторию. А это лаборатория. Потом мы туда пойдем, об этом говорим. Обязательно будем говорить. Да. Потом отбираются помады с линии, а потом еще есть проверка финального продукта случайным образом. То есть, прежде чем он уйдет на склад потребителю, случайным образом отбираются... Еще один такой вопрос. Она будет очень такой, скажем так, такой вопрос. С подвохом. С подвохом. Да. Очень часто говорят, что, ой, а я хочу купить помаду, которая сделана в заводе, не знаю, в Англии. Я не... Почему мне купить помаду, которая сделана в России? Разница есть в заводах в качестве? Разница в заводах есть. Где? Я очень долго работаю на помадном производстве. Бывал на заводах во Франции, на заводе Герлен, к примеру. Ага. На заводах многих других компаний. И я вам хочу сказать, что лучше нашего завода по производству помады нет. Так что, если ты советовал бы купить помаду, тогда эта, которая производится в нашем заводе, все точно. Я советую купить ту помаду, которая нравится вам. Но чтобы она вам понравилась, попробуйте ее, ребята. У нас огромная линейка. Когда говорят, а мне вот не подходит, она суховатая. Ну, ребят, ну это вот это суховатая. Да, надо какой-то другой попробовать. А у нас линейка. У каждого разные губы. Совершенно верно. Куча линейок. Вот мне, например, очень нравилась помада, которая делалась в Reflame. Кстати, вот это очень хорошая помада. Кстати, вот это хоть и дешевая помада, но она очень хорошая. Ага. Она является, в моем понимании, некая реинкарнация. Если вы помните, была такая помада Studio Artist. Таких черненьких футлярчиков. Да, да, да. Вот она просто обалденная была. Вот это из этой же силы. В Giordani Gold, что для On Color, стандарты качества единые. То есть нет такого, что, ребят, вот эту помаду мы делаем качественно, а вот эту мы делаем как хотим. Такого нет. Единые стандарты качества. Вот это очень важно. Хорошо. Пойдемте дальше, потом посмотрим еще, где проверяется качество. Пойдемте. А сейчас ингредиенты. А сейчас посмотрим, что для тебя сегодня нашли. Да, наконец-то средства гигиены. Это моя тема. Кстати, я могу подтвердить, что… Как вам скучно жить, мужики. Вы не можете помаду, тушь, ничего. Вы можете только мыться. Мало того, я тебе скажу, у нас и гель для душа, и шампунь – это одно и то же. Поэтому и часто пена для бритья тоже можно использовать. Да, и крем для рук – это одинаковое. Крем для ног и для лица – все одинаковое. Крем для рук, крем для ног и крем для лица для большинства мужчин – это одинаковое. Ну, я-то знаю, да, у меня-то экологен, у меня… Но ты уже почти 10 лет работаешь. Слушай, тебе пора знать это все. Но 10 лет назад… А вот, кстати, про тюбики. О! Вот, кстати, производство тюбиков. Слушай, да, у нас вот здесь был этот вопрос, помнишь, да, из Узбекистана, по-моему, был этот вопрос. Да, какой-то был вопрос. Почему у нас не закрывается фольгой, да, называется это? Да, почему фольгой не запаивается тюбик? Да, да. Смотрите. Может быть, кто-то уже открывал? Откуда мы знаем, что никто не открывал? Ну, так, ребят, ответ на этот вопрос очень простой. Вот это последняя точка, где человек трогает ваш тюбик. Ага. То есть, вот здесь тюбик будет уложен в коробку. И все. И потом он приедет к вам в виде заказа. Да. Он не стоит на полке в супермаркете. Можно взять его? Да, да. Да, конечно. Ага. То есть, он попадает с завода фактически сразу к заказчику, да? Да, да. Он, в принципе, в наши склады и сразу упаковывается в заказ. Да. И сразу упаковывается в заказ. Совершенно верно. Где человек может его вскрыть, попробовать, помазать и так далее. Нигде. Нигде. То есть, поскольку компания прямых продаж, у нас нет вот этого этапа стояния на полке. Да, да. Никто уже не может взять и открывать. Ведь человек может подойти и попробовать и так далее. Если я его сейчас открою, это в брак пойдет. Совершенно верно. Да. Щелчком. Все. А, и еще? Был щелчок? Был щелчок. А давай я сейчас сушаю. Да. Да, все. Двойной щелчок. Только при первой. Кроме этого, смотрите, здесь нигде нет следов от крема. Если бы кто-то им воспользовался, например. Были бы следы уже здесь, да? Выдавил, да. То потом закрыть. Все. Уже это упаковывается таким образом. А, вот. Видите, да? Сразу разбрызгивание. И вот здесь сейчас есть уже гель. Да. Поэтому, что мы открыли его. Нет, ну дело-то в том, дело не в этом. И самое главное... Куда его можно положить, чтобы он не пошел? А, в брак. В брак. В брак, куда? Нет, нет. Вот, видишь, он отдельно пойдет, убирает брак, чтобы это не пошел на... Вот, его выкинули. Его выкинули, видите? Его выкинули в брак. Никто этот тубик себе не помогает. А сейчас мы куда идем? А сейчас мы идем на линию, где производятся шампуни, гели для душа, роликовые деадоранты и так далее. Витя, это все, в общем-то, твоя тема теперь, да? Помада заканчилась? Да. Да, сейчас в этом я разбираюсь уже, хоть немножко. Ну, сейчас нам придется о чем-то поговорить, потому что линия пока остановилась. А посмотри, как красиво. Это как малиновое варенье. Да. Как сироп или как джем. Круто. Видишь, там внутри вот эти... А это внутри там что, Владимир? Вот внутри там что? Ельга душа. Не-не-не, вот эти... Владимир хочет договориться, чтобы нам включили линию, чтобы... Ну да, но я хочу понимать, что это. Видишь, там такие... Как будто этот реально, как этот, малиновые. Вот эти зелененькие, это что? Это пузырьки. Они потом выйдут. Это пузырьки воздуха. Ну, очень круто все выглядит. Такой аппетитный, чтобы ты прямо хочешь это взять и пользоваться. Да, но это, наверное, есть не нужно. Это, наверное, есть не нужно, да. Но для детей у нас есть такие, которые можно. Да. Вау, слушай, на меня цех помады впечатлило. Очень круто. Особенно вот эта вот на 3 запасы. Эта помада на 300 лет и 5 тысяч. На, посмотри, вот это здесь у нас все есть. Видишь? Это этикетки. Этикетки? Как они клеятся? На бутылке? Они накатываются. Я думаю, что наши партнеры узнали и без этикеток, что это было Love Nature. Причем, я думаю, малиновые, да? Да. Малиновые, да, это малиновые. Да, малиновые. С мятой. Малина и мята. Малина и мята. Очень круто выглядит. Очень круто выглядит. Вот сейчас идет процесс наладки наклейки этикетки. Так что, к сожалению, в работе вы это сейчас конкретно не увидите. Нам, кстати, придется вернуться к тебе в гости на завод, потому что мы помаду-то не поели. Ага. Да. Так зрители-то ждут. Пойдемте, мы обещали, потому что зрители потом спросят. Владимир обещал съесть помаду. Опять помаду? Да, в прямом эфире. И я тоже, кстати. Вы думаете, что здесь что-нибудь такого есть? Мы, женщины, кушаем килограммами его без жизни. Ну, а что если у женщин иммунитет? И они могут есть помаду, а мужчины нет. Мы скоро узнаем. Кстати, я могу сказать, что Владимир сказал абсолютную правду. Касторовое масло безопасно. Абсолютно потому, что я себя чувствую даже лучше, чем до того, как я его съел. Конечно, еще не конец. Посмотрим, что будет сегодня. Ты едешь обратно в город на отдельной машине, на всякий случай. Так, сейчас мы пойдем к помаду. Важно, да. Потому что мы обещали, что мы покажем. И я никогда не ел помаду, я честно скажу. Мне просто было интересно. Я уверена, что ты должен ел. Мы можем вот такую поесть помаду. Хочешь вот такой цвет? Тебе нравится такой цвет? Да, отличный цвет. Отличный цвет. А что нет-то? Вкусненько? На удивление, да. Да? Он голодный. Он всегда голодный, так что нормально. Но ты с маской будет. Абсолютно безопасно. Можно. Хватит, хватит, хватит. Закрой эту всю стучку, чтобы зубы не видно. Вкусно. Вкусно. Достойно. Достойно, да. Все, вот теперь я могу еще час ввести эффект, подкрепить. Да. Энергия сразу появилась после завтрака такого интересного, да? Я сейчас выкину. А мы пойдем туда. А мы пойдем туда. Мы пойдем сейчас обратно. Потом у нас осталось... Подожди. Все, ребят, спасибо большое. У нас осталось еще посмотреть воду, из чего это все производится. Туда. Туда. И у нас еще потом мы пойдем еще в лабораторию, посмотрим, как проверяется качество всех наших ингредиентов. Угу. Вот. Да. И проверяется, и обеспечивается. Да. Ага, все. Вот, посмотри, как... О, здесь этот космос, да? Да. Это космос, посмотри. Ой, как это круто, посмотри. Вау. Вот здесь реально понимаешь, что технологии, которые мы используем для производства... Ну, я поняла, что это еще не все. Они просто на высочайшем уровне. Посмотри. Вот эту штуку снимите, это нереальное что-то. Что это такое, кстати? Это электронно-управляемые клапаны. То есть вот эти клапаны, которые здесь стоят, они открываются и закрываются по команде с компьютера начальной КЦ. Здесь клеится чуть-чуть. Обалдеть. Да, это... Ты посмотри, как круто. Это вообще как в другом планете. Это космос реально. Это космос реально, да? Это космос реально, да? Посмотри, что здесь... О, это все продолжается еще. Посмотри. Ребята, здесь что-то невероятное. Это огромные цистерны, или как это правильно Владимир называется? Так, сейчас Владимир нам объясняет, что здесь вообще. Я сейчас еще расскажу, да. Владимир, скажи, что здесь? Значит, смотрите. Когда мы говорим про шампуни, гели для душа, вот про все то, что относится к средствам личной единины, для тела, для волос, неважно. Это все водосодержащий продукт. Ага. Причем воды в этом продукте порядка 85%, то есть очень много воды. 85% воды? Да. Ага. Совершенно верно. И вот эта самая вода добывается у нас здесь, здесь скважина своя. Сами добываем, да? Сами добываем свою артезианскую воду. Это питьевая вода? Это лучше, чем питьевая вода. А, окей. После того, как мы добыли воду артезианской скважины, она фильтруется, вот там вот стоит система фильтров. Ага. После этого она проходит установку обратного осмоса, умягчается соответственно, и после этого чистая вот эта вода хранится вот в этих огромных 36-кубовых емкостях из нержавейки. Сколько ты сказал? 36 тонн каждая емкость. 36 тонн каждая емкость? Каждая емкость, да. Вау. Сразу. Да. И она хранится здесь при непрерывной циркуляции, чтобы не было застойных зон. А, постоянно циркулируется. Совершенно верно. Потому что вода это источник жизни на Земле. Он же начинает сразу. Все микроорганизмы, все размножается в воде. Вот чтобы они не размножались, чтобы вода была та самая чистая, она должна непрерывно циркулировать. Потом мы берем эту чистую-чистую воду. У нас вода существует четырех видов. Это вода водопроводная, вода питьевая, вода очищенная, это вот здесь. И, наконец, фармкопейная вода. Вода для инъекций. Ага, окей. То есть, поэтому мы можем гарантированно утверждать, что наша продукция вода. Слушай, я только сейчас задумался, я никогда об этом не думал, что важно даже, когда ты выбираешь шампунь или гель для душа, разные же производители есть. Важно даже какую воду. Производитель использует воду. Я об этом даже не предполагал. Это даже голову не приходит. Я думал, наливают обычно из-за корана, наверное. Ну и 85% воды внутри, понимаешь, да? Это же самый важный ингредиент, в принципе. Совершенно верно. Более того, вода, поскольку она взаимодействует с нами непрерывно, это тоже очень важно. Более того, мы эту чистую воду потом берем и солим. Подожди, подожди. Соль, соль. Почему соль? Соль. Ого. Посмотри, соль. Реально, здесь, я не знаю, белорусская, чистая, очищенная, обеспыленная соль. Почему соль? А зачем солить воду? Солим мы ее причем до концентрации. Но сейчас уж мало кто вспомнит, какая соленая вода в Красном море в Египте. Но она там сильно соленая. Так вот это наша вода, которую мы потом используем, еще более соленая. 24% соли. Ого. В гелии? В воде. В воде, которая используется. А зачем? Чтобы не был текучий потом шампунь. Потому что вот ты брал тюбик, а в бутылочках, если вы помните, всегда есть маленькая дырочка. И вот если у вас бутылка с шампунем в ванне упадет. А он вылится просто. Если бы он был просто вода не соленая, то он бы просто вытек оттуда минут через 5-10 полностью. А так он в виде геля такого. И ты увидел, что у тебя упала бутылка, подобрал вот этот остаток, закрыл, поставил. То есть, чтобы он был не текучим, как вода. Его солят. Какие вещи. Поскольку сейчас нет возможности поехать на Красное море, поэтому покупайте геля для душа. Совершенно верно. Совершенно верно. Соль должна быть без примесей и без пыли. Это специально производится для косметического производства. Да, для косметического производства. Здесь же хранятся, вот там вот в таких емкостях больших тоже, хранятся поверхностно-активные вещества. Вот эти самые павы, про которые поговорим чуть позже. Которые, собственно, и моют. Почему-то все боятся вот этих вот слов, поверхностно-активные вещества, сульфатные павы, бессульфатные. Да, да, да. Об этом чуть позже поговорим. Хорошо, хорошо. Нам туда, нам туда. Куда мы пойдем? Мы пойдем туда, обратно. Мы пойдем обратно, да. Ага. Мы сейчас что, пойдем посмотрим? Мы посмотрим, собственно, как контролируется качество. Да, лаборатория. Лабораторию. Прошу. Ну, мы сегодня так много вещей узнали. Я вообще... Слушай, я думала, что я работаю так долго, что я все это уже знаю. Я сегодня первый день в школе, в принципе. Я тут прямо даже записал все вопросы. Надо будет проверить. Мы ничего не забыли спросить, потому что столько... Нас что-то телезрители спрашивали еще. А, тогда посмотри этот список на всякий случай. Да, камера, камера нам нужна. Да. Мы так быстро ходим, что... Мы быстро ходим. Ребят, пока не все с нами. Обратите внимание... Где он голодный? Где он? Я здесь. Обрати внимание на эти вампучки. О, посмотри. Вот. Потом расскажу, что это такое. Да. Когда будем говорить про GMP. Это будет сюрприз. Так, вот. Про GMP у нас тоже от зрителей был вопрос, так что... Да. Ты посмотри, что там еще есть, чтобы мы ничего не забыли. Вот. А здесь это... Посмотри, как круто. Здесь цех приготовления, собственно, шампуня, гелия для душа, средств гигиены. Вот это два восьмитонных реактора, там два двухтонных реактора. Работают практически в автоматическом режиме, потому что, как мы сейчас только что говорили, что основной процент это вода и паузь. Да, да, да. Они поступают в автоматическом режиме по трубам. А вот оттуда же, да. Поэтому, что за стенкой там вода. Совершенно верно. И оттуда они по трубам поступают. Добавки, которые вот в шампуне, гели для душа, там всякие волшебные масла увлажняющие, питающие, красители, отдушки какие-то там и так далее. Этого всего не так много, этого всего порядка там 5-6-7 процентов. Они завешиваются вручную, вот здесь на весовой. И потом вот наши операторы, вот их там видно немножечко, они вручную это добавляют уже в котел. Ага, окей. Опять как по рецепту все? Конечно, конечно. Но основные ингредиенты поступают в автоматическом режиме. Поэтому, собственно, в цехе не так многолюдно. Ну да, автоматики шли. Самые опытные люди, самые лучшие операторы, они кладут вот в супчик вот этот вот как перчик. Они сделают правильный вкус и правильный цвет. Конечно. Но все понятно. Это только могут сделать самые ответственные. Это только лучшие, конечно. Так, ты держишь? Да. Бахилы можно снимать. Бахилы можно снимать. Так. Посмотри, везде свои правила. Бахилы можно снимать. Так, будем следовать правилам. Да. Дверь держим? Дверь держим. Проходим. Тут очень много дверей. Держим эту дверь. Мы сейчас заходим в лабораторию. Да. В микробиологическую лабораторию. Это не наша. Нет, в микробиологическую мы не пойдем. Оттуда нельзя. Правильно. Мы пойдем сюда? Да. Чуть дальше. Чуть дальше. Так, а расскажи, что значит четыре ступени контроля качества? Сейчас вам все расскажут. Здесь есть специалисты? Конечно. Мы к ним пойдем. Здравствуйте. Давай, ты иди первая. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот теперь здесь есть специалисты, которые вам расскажут всю правду про лабораторию. Во-первых, смотрите, какая шикарная лаборатория. Я бы был лаборантом, я бы мечтал в такой лаборатории работать. Честное слово. Красиво, чисто. Огромные стекла, огромные окна. Красота, чистота и порядок. Как кино. Вот так и должна выглядеть настоящая лаборатория. Мы хотим понимать, что здесь происходит. Ну так вот начальник лаборатории вам все скажет. Здравствуйте. Расскажите нам? Конечно, расскажет. А что же вы стесняетесь, Лен? Рассказывайте. Нам нужно будет, только у нас, Елена, будет не слышно. Владимир, может быть, ты поможешь? Да. Потому что микрофончики у нас столько. Да, да. Очень близко надо ставить, чтобы слышно было. Да, да. Только вот камера там. Камера здесь. Можно Надежду Лобанову. Все хорошо, не переживайте. Не переживайте. Вы все знаете. Надежда Лобанова – это наш менеджер по качеству. Она вышла из отпуска. Да, она вышла из отпуска. Четыре ступени контроля качества. Вот у меня тут написано вопрос, а что значит четыре ступени контроля качества? Очень просто. Значит, первая ступень контроля качества – это когда наши аудиторы отбирают для нас поставщиков ингредиентов. Ага. Это не просто так? Пойдешь на базар и купишь? Совершенно верно. Это первая ступень. Вторая ступень контроля качества. Когда эти ингредиенты приезжают к нам на склад, лаборанты Елены отбирают там образцы и проверяют на соответствие сертификатом, на соответствие документам и так далее. Чтобы входящий контроль, так называемый входной контроль, те ингредиенты, которые приехали, и компоненты, и упаковка, которая пришла, чтобы они полностью соответствовали качеству. Это второй этап контроля качества. Третий этап контроля качества, когда мы из этих ингредиентов что-то, как мы выражаемся, сварили. Ага. Либо помаду, либо приготовили шампунь, гель, ладу. То, что мы видели сегодня. Совершенно верно. Это тоже контролируется здесь в лаборатории. Качество балка, то, что мы… Балк. Да, да, это которое… Да, то, что мы сварили. И, наконец, четвертый этап контроля качества – это контроль конечного продукта. Ага. Финиш гуд. Ну, вот как на полочках стоят… Совершенно верно. Вот это все делается здесь в лаборатории. А вот это все, которое мы здесь видим, это все производилось в этом заводе? Да, конечно, да. Вот посмотрите, это можно тоже с камеры, чтобы люди видели, что происходит. Я правильно все ответил? Да. И вот здесь… Спасибо даже, что проверяете. Это, кстати, мои любимые. Здесь можно показать? Это моя любимая. Можно, можно. Бери, можно руками это брать. Это все моя любимая. Здесь уже можно, да? Посмотри. Волюм. У меня волос, ну, не очень много, поэтому я люблю вот это. Это сейчас рекламная пауза. Вот. Видишь? Волюм лифт – это, который дает больше. Так. А у меня… Сюда можно камеру? Вот у меня это стало любимой серией «Дискавер». Какой из них? Все. Во время изоляции. Подожди, я тебе покажу… Вова, подожди. Вова, это моя любимая. Да, подожди. Ну, я про свою любимую рассказываю. Подожди. Вот. Знаете, я расскажу лайфхак. Значит, когда началась изоляция, закрыли границы, никуда нельзя ездить. Ну, и сейчас вроде тоже никуда нельзя ездить. Я что сделал? Я взял и с каталога заказал просто всю серию «Дискавер», и у меня стояло вот так на полке. я иду в ванну каждый день и думаю, куда я сегодня поеду. У двоих детей есть такое? У двоих детей есть такое? Нет. А мне кажется, это… У нас сейчас производится или это уже коллекционное? Нет, производится. Производится, да? Вот, вот, вот. У тебя осталось… Вот, Витя, с Витей нельзя никуда идти, понимаешь? Витя посмотри здесь. Сначала он съел помаду на производстве. Сначала он сейчас касторовое масло. Сначала он выпил рюмочку касторового масла. Это для тебя. Потом он съел помаду. Это тоже производится здесь. Теперь он пытается украсть шампунь. Лен, за ним надо следить. Это… Я не буду видеть, кто меня подбивал на сети действия. Дай сюда. Очень круто. Так, про GMP мы хотели поговорить еще сегодня. Прямо здесь вот хотим? Да, да, мы здесь говорим, да. Ну, надежда, наверное, про GMP расскажет. Про GMP, ну, Надежда, конечно, расскажет, но я тоже умею. Ну, вы поправьте меня, если я что-то не правильно. А вы контролируйте, что вы… Значит, ребят, GMP – это, с одной стороны, очень просто. Это соблюдение стандартов, следствием которых, следствием которого с соблюдением должно быть качественное производство продукта. То есть, в продукте должно быть ровно то, что написано на упаковке, и ничего лишнего не должно быть, то, что не написано. И продукт должен сохранять свои свойства в течение всего срока годности. Вот коротко. Это стандартизация вот этого GMP и трибука. Good Manufacture Practice. Good Manufacture Practice. Это, которое гарантирует, в принципе, качество одинаковое везде. Да, совершенно верно. Но если залезть в суть этого процесса, то GMP – это обо всем. Вот какой должен быть в лаборатории свет, как должны быть промаркированы продукты, как они должны храниться, как должны храниться ингредиенты. Ну вот, к примеру, люди, которые занимаются консервацией, закатывают что-то там и ставят в погреб или куда-то, очень часто подписывают свои консервы на крышки. Варенье, клубничное – 20-20 на крышечке. Ребят, это категорически не GMP. На крышке подписывать нельзя, потому что крышки могут поменяться местами. И тогда пришедший в ваш погреб человек возьмет другую банку с солеными огурцами, а не с вареньем. Подписывать нужно только на банке. Это один из стандартов GMP. Что подписано должно быть на емкости, а не на крышке. И так далее. Ребят, там куча всего. Владимир, это международный стандарт? Абсолютно международный стандарт. Меня всегда, кстати, интересовало, что когда покупаешь продукт, и думаешь, а откуда я знаю, кто гарантирует, что производитель действительно все написал то, что там есть. Особенно, когда грудинку или бужинку покупаешь. И там смотришь, есть там ешки или нет. А если они просто не указали? А ты сейчас говоришь, что GMP стандарт, который… Он гарантирует, что то, что написано, то и есть. Совершенно верно. И гарантия качества и удобности продукта. Более того, это, собственно, скорее не гарантия качества, а гарантия качества производства. Процедура производства. Совершенно верно. Производственная процедура. А кто вас проверяет? Нас проверяет международная аудиторская компания SGS. Очень стругие ребята. То есть они будут заниматься к вам? Да, штаб-квартира у них вообще в Брюсселе. Ага, вот видишь, международный контроль, в принципе. Да, да, да. И они нас проверяют каждые два года, но бывают внеочередные аудиты. Они могут любое время приехать и все, давайте. Внеочередные аудиты в связи с изменением законодательства, в связи с изменением технологии производства, в связи с изменением бог знает еще чего. В общем, масса причин, почему они могут нас проверить. И мы под каждый их приезд, так сказать, моем шею под глубокое декольте и показываем, что мы молодцы. Пока мы все аудиты проходили. Хороший пример того, что не только мы внутренне гарантируем качество, нам важно производить качественную продукцию, но вы можете быть уверены, потому что есть международный фактически контроль регулярный, и все это стандартизировано международными стандартами. Теперь вы знаете, что такое GMPS, и кто-то не знал. Я, например, так глубоко не знал. Помните про лампу? Я вам показал лампу. Лампа синяя, да? Синяя лампа на производстве. Многие думают, что это бактерицидные лампы. Нет, это инсектицидные лампы. Или говоря по-русски, русским языком, это лампы мухоловки. Так вот, одна из процедур среди великого множества процедур, которые мы должны соблюдать по стандартам GMPS, это содержание таких ламп, чтобы они были и на складе, и на производстве. И специальная компания приезжает, забирается на лесенке к этим лампам и проверяет наличие и количество трупиков вот этих насекомых в этих лампах. То есть это тоже... Огромное количество стандартов. Да, это тоже стандартизировано, и это тоже должно соблюдаться. Следующий вопрос. У нас в цехе насекомых быть не должно. Ну, видно, да, что все так чистенько. И следующий вопрос. Чистенько. Мы усложняем этот градус вопросов, поднимаем. Так, содержатся ли парабены и силиконы? Вот волнуют телезрителей. Отвечаю сразу. Насчет силиконов – нет. Насчет парабенов – да. Расскажи тогда про парабены. Рассказываю. Формула парабена достаточно простая. Это производная бензойной кислоты. То есть у нас бензойное кольцо и дальше вот такой вот хвост. Это попроще. Не суть. Да. Короче, парабен – это не изобретение злобного химика в белом халате в очках, который ночью в лаборатории что-то синтезировал ядовитое для человека, чтобы потом его отравить. Нет, ребят, хотя сейчас это очень модная тема. Но никто ничего не синтезировал. Парабены – это абсолютно природная вещь. Парабены содержатся в соке крапивы, в коре ивы, в ягодах брусники и в ягодах клюквы. Да ладно. 100%. Более того, если в наших шампунях парабенов не более 0,8% по нормативам, которым мы подчиняемся, а мы законом подчиняемся, то в той же бруснике 2,4%. Причем, если этим мы моемся, то бруснику мы употребляем внутрь. И никто при этом с ума не сходит. То есть, если кто-то видит свежую бруснику в кошелке или в ведерке, он ее с удовольствием купит. Я думаю, просто люди не знали об этом. Ребята, парабены – это абсолютно натуральный консервант. То есть, если мы не положим консерванты в наши шампуни, гели для души, то они испортятся, они покроются плесенью, как любой продукт, потому что там вода. Вода уже живет? В воде живут микроорганизмы, они в воде прекрасно размножаются. Если вы поставите стакан чистой воды на полочку в ванну, где у вас плюс 25 градусов, и через недельку его, через две выньте и посмотрите в микроскоп, там будут кучи микроорганизмов. Там жизнь будет. Там жизнь будет. Они будут разноцветные, с усиками, с ресничками. Их там будет великое множество. А в конце концов, этот ваш стакан покроется плесенью, грибами. Вот чтобы этого не произошло с шампунями, туда обязательно нужно положить консервант. Натуральный консервант. Вот любой консервант. Слава богу, что люди, которые понимают, они к этому относятся спокойно. И когда вы встречаете где-то в магазине какой-нибудь шампунь, на котором красными буквами написано крупно, ярко, без парабенов, если это шампунь какой-нибудь уважающей себя компанией, ну как вот Oriflame, к примеру, то там наверняка парабенов нет. Но это значит, там другие консерванты. Консерванты все равно есть. Консерванты все равно есть. И такие известные как парабены. Да, какой-нибудь бронопол, какой-нибудь феноксиэтанол, какие-нибудь теазоленоны, еще что-нибудь. Не пугаешь этими названиями. Не в этом суть, но консерванты там обязательно должны быть, потому что это вода. Ребята, ну не может вода существовать без консервантов. Слушай, ну я даже вот вечером наливаю стакан воды, ставлю около кровати всегда. И утром у него вкус уже другой, правильно? Да, утром вкус другой. И пленочка сверху. Вечером следующего дня я всегда свежий ставлю. Совершенно логично. А если вообще закрытую бутылку, так его вообще там несколько часов уже свежую воду. Совершенно. Слушай, спасибо. Так, у меня вопросы с подвохом закончились. Поэтому насчет парабенов, ну ребят, ну успокойтесь, сколько положено по закону. У нас и положено 0,8. Вот мы больше не положим никогда в жизни под страхом расстрела. Но мне нравилась вот эта брузника. Слушай, вот еще нет. И кушать парабенов. Так, есть еще более серьезный вопрос сейчас. Внимание. Итак, а содержатся ли нефтепродукты в косметике? Вот еще одно страшное слово. Страшные нефтепродукты. В нашей косметике нет. Все. Ответ красивый. Хотя есть одна интересная штучка. Вот мы все в детстве наверняка, вот все мы здесь стоящие в детстве, наверняка пользовались вазелиновым маслом. Ну если не мы, то мамы нас. Конечно же. На губы что мазали это? Конечно. Ну или там есть диатезик какой-то все. Вазелин. Так, ребят, вазелин это чистый нефтепродукт. Он просто получается. Мы все не выросли и все посмотрели. А мы все выросли и ничего живые. Вот прекрасно стоим тут с вами разговариваем. Ребят, ничего страшного в нефтепродуктах нет. Так если вот, если совсем обобщить. Но у нас их нет. Но в нашей косметике мы нефтепродукты не используем. Все, тему закрыли. Тему закрыли. Хорошо. Зачем нефтепродуктов из силикона нет. Мы прямо с производством это говорим. Парабены есть. Про парабены мы рассказали. И очень наглядно, очень понятно. А брусник больше парабена? Да. Поэтому либо бросайте есть эту бруснику, либо уже успокойтесь. Да ешьте на доброе здоровье, ребят. Успокойтесь. Ешьте. Потому что парабены прекрасно разлагаются до бензойной кислоты у нас в почках. И выводятся вместе с мочой. Я извиняюсь за анатомические подробности. Но это происходит именно так. Ты должен знать их. Ты как именно по развитию производства. Конечно, должен знать особенности. Так, ну у меня закончились вопросы. Да, я думаю, что у нас вообще теперь и сегодня все закончилось. Поэтому, что мы сегодня много узнаем. Мы молодцы. Да. Посмотри, у меня есть. Я это не мою. Я буду ходить несколько дней, чтобы видно было, что я здесь была. Да. Я это попробовала. Я это все видела. Витя тоже кушал помаду. Мы попробовали. А у меня зубы до сих пор, наверное, в помаде. Надо будет сейчас. Покажи. Да. У тебя тоже. Да. Но сейчас мне нужно ввозить зубы. Закрой. Это некрасиво. Лучше вот это посмотреть. Зато это честно. Да. Но мы все узнали, по-моему. У тебя, конечно, как всегда у тебя красиво, у меня некрасиво. Это в дискриминации. Тебе надо идти зубы почистить. Спасибо. Мне нужно почистить зубы. Потому что сейчас мы перейдем в другую студию в соседней комнате. Сейчас пока пустим рекламную паузу. Да. Потому что у нас будет, мы будем определять победителя очередного в Стокгольм, который поедет. Кроме этого вспомним, что еще у нас интересного в каталоге есть. Ну, напишите, как вам понравилось. Надо еще сделать. Нужно ли еще сделать такой же эфир? Отсюда экскурсия. Отсюда экскурсия еще одна. Потому что много чего осталось за кадром, много чего не рассказали. И напишите, что вас больше всего впечатлило. Напишите в комментариях, что вам больше всего сегодня понравилось. А мы сейчас пойдем комментарии читать. Да. А мы сейчас как раз заодно почитаем комментарии и в следующую студию определять победителей в Стокгольме. Увидимся через секундочку. Пойдемте, нам нужно переодеться, я так понимаю. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Теперь я сама сама, а в сегодняшний эфир challenge Субтитры сделал DimaTorzok Делитесь по чатам Мне кажется, что час реально был крутой и всем интересен Поделитесь. У меня, например, чувство гордости зашкаливает Ну и недо松. Напишите с удmount действительно десятку или миллион Если у вас чувство гордости после этого эфира зашкаливает У меня зашкаливает. 10ика Да, я вообще, я тебе скажу, что я думала, что я все знаю про рельефлями, я думала, что я все про завод знаю, про производство, все, я думаю, я такая умная, все знаю. Сегодня в этом заводе, сегодня я узнала так много интересных фактов. Для тебя самый такой крутой факт какой был? А, про парабены. Я вообще про бруснику и парабены, это было реально круто. Вот ты сейчас сказала, что я хотела брусника, парабены, это, теперь я их не боюсь вообще. Понимаешь, да, потому что много люди говорят, иногда не знают, о чем идет вообще речь. Сейчас, ну, кушая, это, брусника, вообще есть парабены. А, еще, знаете, вот этот брикет мне понравился, который 20 килограмм, это запас помады на 300 лет, и там 5000 тюбиков помады, вот это мне запомнилось. Да, я как-то, мы выбирали с тобой там красивый цвет, но... Знаете, запись будет по этой же ссылке, поэтому прям копируйте эту ссылку и кидайте в ваши продуктовые чаты, где у вас партнеры, где у вас вся отбежуха, кидайте в ваши чаты, и запись эта будет доступна постоянно. А мне сейчас в чате калькулируют, сколько помад в одном этом. Там сейчас миллион, миллиард больше нолей, я не могу это считать уже, сколько там. Но увидим, что понравилось. Да, делать такие еще эфиры, да, мы чувствуем, что надо делать, и у нас много всего. И сюда мы наверняка вернемся обязательно. Да, обязательно. Потому что я чувствовала, что осталось некоторые вещи, которые еще будут интересны для людей, и показать обязательно некоторые такие интересные фишки про производство, которые рядом с ним. Да, Владимира можно слушать бесконечно, я уверен, у него вот таких крутых фактов еще полно. Так что... Так, у нас эфир уже час-десять минут. 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 Продолжение следует...